Всем привет! Сегодня у нас очередной трешак для девочек-подростков. Хотя на месте некоторых умных девочек я бы это даже мог за оскорбление принять. В общем, сейчас все расскажу. Погнали! Дивергент, глава 3 за стеной. Это один из самых ярких примеров того, как абсолютно бездарные писаки, напрочь лишенные способности логически мыслить, задают тренды в современном жанре антиутопии. Я думаю, что Джордж Оруэлл, Евгений Замятин, Олдас Хаксли, Герберт Уэллс и Рэй Брэдбери расплакались бы кровавыми слезами. Доведись им увидеть то, во что трансформировался этот интереснейший жанр. За это спасибо всяким Сьюзен Коллинз, Джеймсом Дэшнером и отдельно Веронике Рот, по мотивам которой и поставлено это кинцо. Создатели фильма, видимо, просекли, что разделение последней части на две главы утомило и уже откровенно бесит потребителя, так что они сделали гениальный ход. Да, они опять разбили последнюю часть на две, но не стали сообщать об этом в самом названии фильма, как те же «Голодные игры». Соответственно, многие подумают, что это последняя часть и радостно побегут пополнять лишний раз кассу. Режиссером еще со времен второй части держится немец Роберт Швентке, который когда-то снимал вполне неплохие фильмы, вроде «Жены путешественника во времени», «Рэда» и «Иллюзии полета». Ну а теперь гребет бабки, не напрягаясь. Коротко мое мнение о первых частях. Первый дивергент для подросткового фильма был сносный, второй – плохой, ну и, наконец, эта часть. К третьей части герои этого дурацкого мира наконец-то додумались посмотреть, что же там за этой таинственной стеной. Трис и Фор выбираются за пределы родного города, тогда как в Чикаго разгорается новая война. Главные герои надеются найти ответы и спасение за пределами стены. Но куда там? Снаружи их снова ждет страшная тайна и невероятные сюжетные повороты от упоровшихся сценаристов. Так что все опять в опасности, бла-бла-бла-бла. Сюжет этой части вызвал у меня просто сказочные ощущения. Понятно, что ожидания были печальные, но эта франшиза раз за разом умудряется меня удивлять. В идейном плане история не предлагает ничего нового, да и не может предложить. Она движется кругами по одним и тем же рельсам. Свергли одного злодея, получили еще два. Свергли их, вот вам еще десять. Свергайте этих. И так до бесконечности. Все это перемешается с постоянным поиском темных углов, в которых главные герои то и дело зажимаются, не реже одного раза в десять минут. Любовь же, е-мое. Ну а главной изюминкой фильма для меня стало его бессмысленное повествование ни о чем. Третья глава Дивергента заражена обычной болезнью всех третьих частей. Главная проблема этого фильма в том, что его просто не должно было быть. Его слепили только ради того, чтобы в очередной раз растянуть франшизу на четыре фильма и выжать все соки из карманов тех несчастных, которые попадут на это в кино. Поэтому каждая вторая сцена здесь просто не нужна, а каждая первая растянута по максимуму. Ведь плотность действительно важных для вселенной событий настолько низка, что спокойно уместилась бы в полчаса, если выбросить пустой треп, обнимашки и прочую фигню. А знаете, какую информацию несло большинство диалогов? Вот такую. Бла-бла-бла-бла-бла. Это значит никакую. В основном ничего интересного. Сценарий полностью оправдал мои ожидания. Все тот же идиотизм и тотальное отсутствие логики, только еще более углубленные. Местный мир по-прежнему насквозь пронизан дебилизмом. Он сам устанавливает законы вселенной и сам же им противоречит. Тупорылое и бессмысленное разделение на фракции наконец получает обоснование. Такое же тупорылое и бессмысленное. Местные люди напоминают каких-то детей с синдромом Дауна. Они верят каждому слову, которое им говорят незнакомые люди. Это меня больше всего раздражало. Каждому слову. И это не шутка. Они знают, что такое телешоу и геном, но при этом не знают значение слова аэропорт. И вообще, я весь фильм сидел и думал, да какого хрена вы обладаете такими технологиями и при этом не можете поднять мир из руин? Серьезно, даже в первых двух частях технологии мира были гораздо более продвинутыми, чем наши. А за стеной это доведено до абсурда. Какие-то плазменные пузыри, защищающие людей от всего, дроны, моментально исцеляющая медицина и даже управление гравитацией. И все эти технологии просто валяются без дела, а люди продолжают ползать в говне. Хотя техническое обеспечение позволяет им хоть Марс колонизировать. В общем, мотивация, логика и здравый смысл – это то, чего сценаристы старательно и успешно избегают. От тупости на экране я временами смеялся в голос. Ну серьезно, герои летят в плазменном пузыре возле какого-то летательного аппарата, вместо того, чтобы в нем лететь. Еще более тупые сцены надо умудриться придумать. Главные персонажи тоже не вызывают ничего, кроме раздражения и сожаления. Просто все их действия настолько наивные и тупые, что кроме как встретить очередную сцену усмешкой, ничего не остается. Особенно меня порадовали герои Майлза Теллера и Шейлин Вудли. Насколько же они картонные и тупые. Описать действия персонажа Шейлин в течение всего фильма я могу в одну строчку. Мне сказали, что я особенная. Я неповрежденная. Я такая особенная. Ух ты, в мире постапокалипсиса я сменила прическу. И я такая важная. Я неповрежденная. А Майлз тоже не лучше. Он уже задолбал в каждой части кидать каждую сторону по 2-3 раза. И все равно все ему верят. Боже мой, ну почему все герои настолько тупые? Помните в пародии на 300 спартанцев был персонаж по имени Предателюс, который охренеть как неожиданно предал всех в конце? Предательство для чайников. Условия разумны. Именно этого я от вас и ждал, советник Предателюс. Так вот, он отдыхает по сравнению с этой падлой. Знаете, один из самых популярных комментариев, которые мне пишут, это «А ты книгу читал?» или «Там все как в книге?» «Прочитай книгу сначала, а потом говори». Знаете, вот всем, кто мне такое надумает писать, идите в жопу, вы глупые неначитанные дети, которые впервые в жизни прочли хоть что-то и теперь гордитесь. Я не обязан читать книгу, чтобы оценить фильм. Зарубите себе на носу, что фильм и книга – это разные художественные произведения. И если в фильме сюжет и сценарий говно, это не значит, что я должен знать содержание книги, чтобы понимать, о чем речь или какие-то тонкости. Этим должны были заниматься нормальные сценаристы. На какое-то подобие экшена тоже не надейтесь, рейтинг 12+. Тут вам ни крови, ни грязи, ничего, даже отдачи у оружия нет, так что все понарошку. Герои, само собой, бессмертные и выживают после огнестрелов, падения с небес в горящем корабле и так далее. Да и дело-то не в экшене, режиссура в целом плохая. Этот долгожданный мир за стеной предстает в виде одного долбанного, дешево зафотошопленного, примонтированного задника в стиле Fallout'а, где мне предложили полюбоваться красными лужами и какими-то железными колесами вдали, мимо которых герои ходили туда-сюда весь фильм. Это, наверное, самый убогий постапокалипсис, который я только видел. Снятый в одном павильоне на сраную зеленку и обтянутый посредственным графоном. Про актерскую игру вообще говорить не хочу. Хоть мне и нравятся в некоторых фильмах работы Майлза Тейлера, например, в «Одержимости», Шеллин Вудли и Энсела Элгарта в «Виноватых звездах», но здесь у них уровень игры от проходного до отвратительного. А тупые диалоги напрочь отбили желание вообще им как-то сопереживать. Знаете, этот фильм, ну реально, говно. Такое может понравиться, только если ты ребенок, который еще вообще ничего не читал, не смотрел ни одного фильма и тут случайно попал в кино. Даже девочки, под которых фильм заточен, и те ржали с этой тупости весь сеанс. Ребят, не забудьте оценить обзор, пишите, что сами думаете об этом фильме в комментарии. И заходите в паблик помогать выбирать фильмы для обзоров. Меня зовут Илья Бунин, до скорого, пока. Итак, представьте себе, хороший актер Марк Стронг, играющий брата Саши Барона Коэна, вместе с Сашей пытаются скрыться от погони. Но так получается, что вокруг них сплошная степь, на которой ни единого деревца даже нет, кроме стада слонов. Я даже не знаю, мне стыдно рассказывать дальше.